В эфире Буктовая итоги недели. Я, Виктория Сащенко и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя, что нового и интересного произошло в городе Бресте. Сегодня в выпуске. Государство предоставляет все гарантии для материнства, поэтому сегодня на Брещене положительная динамика по приросту населения. Ирина Ольшова в стенах Брестского горосполкома встретилась с теми, кто успевает совмещать материнство с активной общественной деятельностью и гражданской активностью. Для наших милых, любимых и дорогих в областном центре прошли торжественные мероприятия ко Дню Матери. Жить для детей. Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Сильная женщина, которая не понаслышке знает, что такое настоящий мамин труд. Телезнакомство с многодетной мамой Татьяной Валах. Творцы Красивого, авторы музыкальных произведений и вокалисты, исполнители, хореографы, библиотекари, наставники, работники культуры отмечают свой профессиональный праздник. И прямо сейчас об этом и не только. 14 октября в Беларуси отметят один из самых красивых и добрых праздников – День Матери. Неслучайные совпадения дат с церковным календарем. В этот день православные празднуют покрова Пресвятой Богородицы, главной заступницы всех матерей. В канун прекрасного осеннего праздника материнской любви и самопожертвования в Брестском горосполкоме прошла встреча. Главными участниками диалога с руководством города стали, конечно же, мамы, которые не только успешно справляются со своей ролью хранительницы домашнего очага, но и добились в жизни успеха, состоялись в профессии. Сложно ли современным матерям совмещать воспитание трех или четырех детей, ведение домашнего хозяйства и профессиональную деятельность, выясняла наш корреспондент Ирина Ольшова. В канун Дня матери в Брестском горосполкоме чествовали 11 брещанок. Участники мероприятия – руководство городской вертикали власти и мамы, воспитывающие двоих и более детей. Традиционно сложилось так, что в преддверии Дня матери мы чествуем только многодетных мам. Наверное, это правильно, заслуженно. Но вместе с тем День матери, как праздник, это же День мамы, у которой есть один и два ребенка. И в силу разных обстоятельств это не должно быть слишком много детей, предположим. Поэтому тот формат, который мы сегодня выбрали, когда присутствуют не только многодетные мамы, а мамы, дети которых добились успехов, мамы, которые сами добились успехов, он очень интересен. С самого начала встречу с мамами председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук обозначил не как праздничную, а как рабочую. Глава города познакомился и уделил внимание каждой из горожанок. Имея активную жизненную позицию, эти женщины состоялись не только в семье, но и в своей профессии. Если ты любишь и то, и другое, и семью, мужа, детей, абсолютно счастлив в доме, и ты возвращаешься домой с такой радостью и любовью, то несложно. Также и на работе, если ты идешь, находя в работе положительные акценты, то с удовольствием идешь на работу. За одним столом представители самых разных профессий – медики, спортсмены и учителя, бухгалтеры и инженеры, работники культурной и социальной сферы, представители правоохранительных органов. К слову, практически в каждой семье дети занимаются спортом. Некоторые, как двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Наталья Геллах, стали примером для своих детей. У меня у самой подрастают дети, и дочка подходит ей 9 лет, это уже возраст такой, начинаются немножко какие-то сложности характера и остановления, поэтому, само собой, я ее проецирую на чужих детей, чужих на нее. Мое общение в основном заключается с детьми, что как-то склонить их к здоровому образу жизни, вот так скажем, чтобы занимались спортом. Ну, на это тоже находим иногда время. В ходе диалога глава города обсудил с присутствующими проблемные вопросы, которые звучали редко, но по делу. Речь идет о транспортном сообщении, подвозе детей, благоустройстве дорог и подъездов, жилищных проблемах, а также устройстве детей в учреждения дошкольного образования. Все проблемные вопросы взяты на контроль. В завершении мероприятия Александр Рогачук поблагодарил представительниц прекрасного пола за встречу, а также вручил подарки, отметив, что не важно, сколько детей в семье, главное – вырастить их настоящими людьми. Встречи в таком формате будут продолжены. Те проблемы, которые мамы озвучивали, очень доброжелательные, они пропустили через себя. Но я восхищен просто их силой духа, я восхищен их оптимизмом и уверен, что вот эти мамы, да, и таких мам у нас тысячи, да, они на самом деле подарили своим детям и счастливое детство и вырасят достойных, замечательных молодых вещам. В Бресте торжественные мероприятия проходили в течение семи дней. В неделю матери состоялись встречи брещанок с руководителями предприятий и организаций. В администрациях Ленинского и Московского районов города над Бугом чествовали и награждали орденами матерей женщин, родивших и воспитавших пятерых детей. Мероприятие продолжится и на выходных на Грибном канале пройдет большой благотворительный концерт. О самых ярких событиях недели матери в Бресте расскажут наши корреспонденты. В детском саду номер 10 города Бреста к мамам, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями, в учреждении работают две специальные группы, отношение особое. Без поддержки со стороны сложно воспитывать ребенка, который нуждается в постоянном уходе. Поэтому помощь общественных организаций как нельзя кстати. Брестская областная организация Белорусского союза женщин вместе со строительной компанией Якомстройсервис ко дню матери сделали дошкольному учреждению подарок. Отремонтировали веранду для прогулок. Для компании это первый опыт благотворительности. Изначально планировали, там была внутри, отвалилась штукатурка в здании, снаружи, на фасаде. Ну, чуть-чуть привезти. Но когда мы сюда пришли, здесь окна просто вываливались. С крыши текло. Ну, пришлось привести в порядок все. Ну, как говорится, этим солнечным детям не жалко ничего. Вот у нас все это заняло полторы недели. Не отрываясь от основных объектов, мы сделали здесь этот ремонт для деток. Шефство над детским садом номер 10 для Белорусского союза женщин – задача ответственная. Цель, чтобы каждая из мам двух специальных групп, где воспитываются дети с диагнозом детский церебральный паралич, чувствовала себя нужной, не оставалась один на один со своей бедой и проблемами. На сегодняшний день очень такой важный вопрос, когда дети-инвалиды воспитываются вместе с остальными детками, когда они вместе общаются, когда они вместе растут, вместе воспитываются. Это важно как для самих детей-инвалидов, так и для тех деток, в том числе их родителей, которые рядом с ними, для того, чтобы они росли в том числе с определенным чувством, сочувствием, к добру, к пониманию, к другим проблемам. В канун Дня Матери шесть жительниц Московского района Бреста вместе со словами поздравлений принимали особую награду – Орден Матери. Так государство и общество отмечает женщин, которые родили и достойно воспитали пятерых детей. При этом многие из мам успевают не только хранить домашний очаг и приумножать его, но и продолжают работать, мастерской справляясь с бытовыми проблемами и порой сложными характерами детей. У каждого свой характер, у каждого свои какие-то желания, все хотят любви, хотят ласки, не всегда успеваешь, конечно, это все делать, но стараемся, стараемся. У меня старшая дочка помощница, уже ей 16 лет, она хорошая помощница, и во многом могу на нее положиться. Но так стараемся. Муж у меня очень хорошая поддержка от мужа, замечательный муж, и говорит, таким бы мужей побольше. За 23 года существования высокой материнской награды орденов матери удостойны 277 женщин Московского района. Каждая из обладательниц ответственного звания – гордость москвичей. Примечательно, что нынешняя церемония вручения – третья в 2018 году. Со стороны власти, каждая из многодетных семей получает помощь и поддержку. Это тот орден, который характеризует заслуги женщины и символизирует заботу государства о многодетных мамах. На сегодняшний день у нас в районе уже 277 женщин награждены этим почетным званием. С каждым годом их число увеличивается. Это говорит о том, что у нас в государстве созданы все условия для того, чтобы материнство у нас было защищено, чтобы наши женщины могли спокойно растить детей. Приближение Дня матери в администрации Ленинского района чувствовалось по большому количеству женщин с детьми, цветов и подарков. На прием Ленинца пригласили женщин разных поколений, разных судеб, но всех объединяет одно материнство. Четыре жительницы района в этом году достойны высокой награды Ордена Матери. Еще 10 многодетных мам награждены ценными подарками администрации. Это не только гордость района. В принципе, многодетные мамы и многодетные семьи – это будущее. Потому что, по большому счету, на наших детях будет строиться будущее нашей страны. Родить пятерых детей – подвиг, вырастить их достойными людьми – талант. И сегодняшние ордена носицы не ограничивают себя домом и воспитанием детей. Они еще и работают, успешно совмещая роль мамы, жены с профессиональной деятельностью. Не всегда с ними просто. Чем старший ребенок, тем не появляются новые какие-то боли, отбывания. У меня с старшей дочерью я уже как сестра, потому что ей всего 15 лет. И тем не менее, она уже человек с личностью, которая имеет свое мнение. Ну и мы с ней общаемся в таком плане, как самостоятельные люди с оставшейся какой-то личностью. День матери – это в первую очередь семейное торжество, считают в Ленинском районе. Приятным завершением официальной части приема стал праздник, который организовали на базе районного территориального центра социальной защиты. Ведь это так важно – иметь большую и дружную семью. И помнить, что мама, как пуговка, на ней все держится. Ирина Альшовна, Малышонок, Андрей Щерб, Дмитрий Лазарчук. Специально для итогового выпуска. Счастье материнства. Такое нежное, чистое и очень личное. Каждая женщина ощущает его по-своему. Но есть одно главное, что роднит все эти эмоции. Искренняя, беззаветная любовь к своему ребенку. И сколько бы ни было ему лет, в душе матери он всегда маленький и такой любимый. Для многодетной мамы Татьяны Валах счастье материнства тройное. Сегодня ее семья – это любящий муж и трое деток. Востребована Татьяна Викторовна и в профессии опытный медик, специалист со стажем. Ее ценят и уважают в поликлинике, где она трудится. О том, что такое счастье в жизни многодетной мамы, Анастасия Ноздрин-Плотницкая расскажет подробнее. Рабочие будни городской поликлиники номер 3 насыщенные. Учреждение обслуживает большой район. За консультацией, больничным листом или рецептами сюда ежедневно обращаются сотни граждан. В преддверии Дня матери в поликлинике был объявлен конкурс на лучший детский рисунок. Среди многообразия портретов особенно выделяется образ голубоглазой блондинки – медицинской сестры учреждения Татьяны Валах. Еще в детские годы маленькая Таня примеряла на себе белый халат. Девочка хотела помогать людям. Потом была школа, медицинское училище, вуз. Через все это время Татьяна Валах смогла принести и сохранить любовь к профессии. И нисколько не жалеет о своем выборе. Я стараюсь, чтобы пациенты мои были все обследованы, чтобы диспансерный осмотр обязательно все прошли, чтобы прививки все сделали. Поэтому в этом и заключается моя работа в этой поликлинике. Я очень рада, что здесь работаю. Ну и вот так вот, пока у меня все складывается хорошо. Каждое желание – это труд, уверена Татьяна Валах. В профессии она смогла реализоваться благодаря внутренней настойчивости, отчасти смелости, уверенности. А еще одна заветная мечта – быть мамой большой семьи – воплотилась благодаря умению любить. Вместе с супругом они воспитывают троих замечательных детей. Старшая дочь – автор рисунка на выставке, творческая личность, начинающий художник-дизайнер. Младшая – более серьезная и техничная малышка. Любит скорее наблюдать за тем, как трудится сестричка. Сын освоил фортепиано, и прохладными вечерами радует близких хорошей музыкой. И это важно, уверена Татьяна. Имея увлечение, каждый из ее ребят пойдет в жизнь с желанием творить и развиваться. Я говорю, вы будьте хотя бы на уровне со мной, я буду не переживать, что в жизни что-то у вас не так получится. Потому что надо всегда стараться, надо всегда учиться, надо всегда прислушиваться к взрослым, к маме, к папе, к дедушкам, к бабушкам. Потому что у них, конечно, больше всего умений и знаний, поэтому я думаю, мои дети, они такие, не знаю, они не самые лучшие. Может быть, где-то они слушаются, но я думаю, что все равно они прислушиваются и стараются как-то немножко подражать нам. Главное, чему учит мама Татьяна своих ребят, быть честными с окружающими и с собой. Ведь только делая работу с душой, можно добиться высоких результатов, независимо от того, какую профессию они для себя изберут. А дома хранить тепло и создавать атмосферу уюта. Во-первых, нужно любить детей, нужно любить мужа друг друга в семье, чтобы были хорошие отношения. Ну и все. Наверное, главное предотвращение женщины – это дети. Если женщина будет этого хотеть, они обязательно появятся. Роль матери в жизни человека неоценима. И пример Татьяны Валах – это еще одно подтверждение тому, как важно быть для своих детей примером, поддержкой и опорой. Чувствовать каждого из них и при этом не забывать о себе. Оставаться специалистом и просто красивой женщиной. В этом и заключается большая миссия – быть женщиной. Вы смотрите итоги недели на БУК-ТВ. Говорим о главном. В ожидании тысячелетия жизнь буквально бурлит во всех уголках города над БУКом. Строятся путепроводы, возводятся объекты высокой сложности, открываются социально значимые медицинские учреждения. Планом мероприятий по подготовке к тысячелетию была предусмотрена реконструкция одного из производственных участков Брестского троллейбусного парка. Его открытие организаторы совместили со стартом нового социального детского проекта. Обо всем по порядку в следующем сюжете. Брестский троллейбусный парк ежегодно перевозит более 21 миллиона пассажиров. Ежедневно на линии выходят 50 машин электрической тяги, за которыми осуществляется постоянный технический контроль и уход. По мере возможности подвижной состав обновляется. Главное требование к транспорту, конечно, его техническая исправность, но не менее важна и эстетическая составляющая. В рамках реконструкции троллейбусного депо накануне был торжественно открыт новый цех моечного отделения. В этот объект вложено из городского бюджета около 1 миллиона 700 тысяч белорусских рублей. Это те инвестиции, которые абсолютно оправданы. Почему? Потому что экологичность самого транспорта, это соответственно наше здоровье. Поэтому дальнейшую работу по совершенствованию именно троллейбусного парка нашего мы будем продолжать. В новом цеху, оснащенном современным очистным сооружением, буквально за одну минуту будет обслуживаться один троллейбус. Несложно подсчитать, сколько машин за ночь, именно в это время суток происходит мойка и уборка, будет проходить через отделение. На этот год у нас не запланировано средства на приобретение техники, а приобретение техники идет только за счет бюджетных средств. И это планируется, когда планируется бюджетный год. Но в планах мы будем просить, и вот сейчас уговаривали с руководством, это 6 троллейбусов с увеличенным автономным уходом и 5 троллейбусов обычных. Кардинально меняется и техническое оснащение, и городские транспортные потоки. В следующем году вводится в строй три крупных масштабных объекта. Западный обход, новый автовокзал, Кобринский путепровод. К слову о последнем, до 15 октября будет открыта третья полоса. То, что мы сейчас имеем по Кобринскому путепроводу, это, выражаясь медицинским языком, такая палеотивная мера. Вообще перекрывать движение, это была бы катастрофа для города. Но вот сейчас, с учетом работы, 15 октября ставим задачу провести третью полосу. И вот в таком режиме по Кобринскому путепроводу до 15 июня работаем. И Кобринский путепровод, есть поручение губернатора, открываем 15 июня. Важно, что в этом году мы уже приступим. Улица Нефтяная выйдет туда, на улицу Папанина. Коренным образом поменяются транспортные потоки в нашем городе, но это будет только лишь на пользу экологии и удобства наших жителей. Каждый день по Бресту ездят 50 троллейбусов. В этом году исполняется 50 лет детской областной больницы. Также в Брестском регионе насчитывается 50 домов семейного типа. Из-за такого математического, но явно не случайного совпадения, в один праздник было совмещено сразу несколько событий. Завершение работ по реконструкции и благотворительный социальный проект, который предполагает задействование общественного транспорта. На линию был запущен тематический троллейбус «Детский квартал Новоснецова». Он символизирует старт проекта. В рамках этого проекта мы планируем посетить 50 домов семейного типа, где совместно с отделом образования постараемся обследовать детей, помочь родителям, осуществить так называемую диспансеризацию, с которой зачастую бывают проблемы. Но кроме этого мы хотим этих деток научить основам безопасной жизнедеятельности. Ярким завершающим аккордом большого мероприятия стал первый в Бресте парад троллейбуса. Возглавил его красавец «Миллениум». Он призван не только напоминать горожанам о надвигающемся тысячелетии, но и как бы побуждать не быть безучастным к большому юбилею. Будем объективны. За последние годы Брест существенно поменялся. Да, сегодня город больше напоминает одну сплошную строительную площадку, но с каждым месяцем в нем становится все уютнее и комфортнее. Конечно, сегодня внимание представителей власти, заказчиков, подрядчиков и заинтересованных горожан приковано к основным стройкам – западному обходу, Кобринскому путепроводу, новому автовокзалу. Это три кита, на которых сконцентрировано пристальное внимание. Но строительные работы кипят и в других уголках Бреста. К примеру, бульвар космонавтов. Стоимость его реконструкции составляет 4 миллиона 200 тысяч рублей. Ремонтные работы на бульваре космонавтов начались чуть больше недели назад, но уже сегодня это место больше напоминает настоящую строительную площадку. И неудивительно, специалисты говорят, будут работать такими же ускоренными темпами, ведь сдать этот объект нужно уже летом следующего года. Всегда оживленное, красивое, зеленое и довольно уютное место, любимый многими бульвар космонавтов. Сердце – центральная часть города. Его масштабная реконструкция, в основном предполагающая расширение проезжей части, сегодня набирает обороты не по дням, по часам. В состав объекта входит реконструкция улицы с расширением до трех полос и съездами организации съездов, то есть там будет по четыре полосы на перекресток. На перекресток – это Мицкевича, бульвар космонавтов и так далее. В проект входит реконструкция 200 метров улицы Орджоникидзе, и от улицы Орджоникидзе выезд на улицу Минжинского. Это улица Салтыкова-Щедрина со сносом дома номер 2, с отселением жителей, там 4 семьи живет, и устройством двухполосного нормального движения между Орджоникидзе и Минжинского. Комплексное благоустройство бульвара космонавтов включает обустройство велодорожек, тротуаров, перенос остановочных пунктов, а также продолжение пешеходной аллеи от проспекта Машерова до улицы Орджоникидзе. Но самое главное – проезжая часть станет шире на 6 метров, по 3 метра в левой и правой части полотна. Основная задача – увеличить пропускную способность одной из самых оживленных транспортных магистралей в центре Бреста. Работы ведутся поэтапно. Первый этап был – это срезка существующего асфальтно-бетонного покрытия. Следующий этап – это будет санация сетей, расширение проезжей части. А дальше уже будет идти установка дорожного борта, и, соответственно, восстанавливаются дорожки из мелкоштучной плитки. Для пешеходов это тоже немаловажно, потому что все-таки асфальтно-бетонные эти дорожки, которые уже долгое время прослужили, нуждаются в замене. Автолюбителям не стоит заранее выбирать пути возможного объезда, так как работа ведется в несколько этапов, и это позволяет не перекрывать движение полностью. Сегодня временный проезд организован на левом участке, а когда работа на нем завершится, строители возьмутся за так называемую дорожную одежду правой стороны бульвара. Есть сложности, сроки у нас сжаты, 10 месяцев нормативный срок. В июле 2019 года мы должны закончить этот объект. Стараемся, в свою очередь, сроки эти опередить, потому что еще погодные условия для нас будут иметь значение. Входим в зиму. В ход реконструкции привлечены многие субподрядные организации. Брестводоканал и Дорводоканал, Брестэлектромонтаж и коммунальник. Каждый занимается своим делом – демонтажем, санацией сетей, заменой дорожного полотна. Уже позже придет время благоустройства и высадки зеленых насаждений. Сдать объект планируют 15 июня 2019. Свой профессиональный праздник в эти выходные отмечают люди, чье предназначение – развивать искусство. Они – творцы красивого, авторы музыкальных произведений и вокалисты, исполнители, хореографы, библиотекари, наставники. Они – работники культуры. Представить жизнь Бреста без масштабной культурной составляющей сегодня просто невозможно. На весь мир известны такие фестивали, как Белая Вежа и Январские музыкальные вечера. С особым размахом в областном центре проходят мероприятия ко дню города и празднику Победы. Сегодня всем этим людям мы говорим спасибо за их нелегкий труд и эмоции, которые каждый из нас получает, посещая концерты, представления, вечера. Накануне в Бресте в городском центре культуры прошло мероприятие в честь тех, кто создает культуру в Бресте. Анастасия Наздрин-Плотницкая побывала на празднике. Культурная жизнь Бреста всегда отличалась особой изысканностью. На протяжении десятилетий в городе проходило и проходит большое количество мероприятий. Театральное направление представляет фестиваль «Белая Вежа». Классическая музыка популяризируется благодаря январским вечерам. С радостью горожане и гости областного центра принимают и новинки, такие как «Вечерняя симфония-2018». Первый ночной концерт запомнился Брестской публике зажигательными артистами, творчеством, которое парило в воздухе, и, конечно же, особой атмосферой ночи, которая позволила публике сплотиться духовно. За всеми этими мероприятиями стоит большая армия профессионалов – работников культуры. Вот у меня Александр Степанович спросил действительно, а сколько у вас работников культуры? Ну, я ему говорю, ну, вот в городской культуре работает 500 чем-то человек, вместе с областной – это тысяча. Но на самом деле нельзя посчитать, потому что многие не работают в культуре, а живут культурой. Они творят, они пишут картины, они занимаются в художественной самодеятельности, танцуют, поют, значит, проводят какие-то мероприятия. То есть, в принципе, наверное, большая часть города живут культурой. Это замечательно. Праздничный день в адрес работников культуры прозвучало большое количество поздравлений. Словопожеланий представителям творческих профессий адресовал и мэр города Александр Рогачук. Это очень сложная творческая работа. И я очень рад, что наша адреская культура, вот это ядро, которое озвучила Светлана Николаевна, все здесь присутствующие достойно несут это знамя. Наш город движется вперед. И буду откровенен, не ради красивого слова скажу, что, по сути дела, на следующий год основным, кто будет двигать город вперед, даже им будет уже не строитель. Все, что надо строить, мы практически уже начали строить. И мы все успеем построить. Следующий год будет очень сложным с точки зрения тех задач, которые будете решать вы, каждый из вас. Потому что колоссальное доверие стать культурной столицей СНГ, провести мероприятие по тысячелетию, это требует сверхсил, сверхусилий. Конечно же, праздничный день – это хороший шанс отметить самых активных, инициативных, творческих. На сцену выходили все те, кто делает мероприятия разного формата. Все те, кого любит зритель. Конечно, получить награду всегда приятно. Однако, не это главное для собравшихся в зале. Важно, чтобы публика получала удовольствие от того, что видит и слышит. Культура – безграничное явление. Поэтому постоянно мы развиваемся, постоянно к чему-то стремимся. Если бы в культуре был какой-то финал, было бы интересно жить. Поэтому, конечно, у каждого коллектива цели, задачи безграничные. На сегодня у меня несколько коллективов – хор ветеранов войны и труда, образцовый хор мальчика, певники. Какой позитив в моей работе? Ну, я скажу, что для меня – это моя жизнь. Следующий год для работников культуры будет особенно насыщенным. Впереди – тысячелетие областного центра и обретение статуса культурной столицы СНГ. Планов у организаторов уже много. Над отдельными, новыми для Бреста мероприятиями работа ведется. Брест объявлен в культурной столице Содружества. И в марте месяце мы проводим огромный галоконцерт с участниками, творческими коллективами стран СНГ. К там съедется большое количество артистов. Такого Брест еще не видел. Мы уже начинаем подготовку. У нас уже есть режиссер праздника. Это наш замечательный, почетный гражданин, народный артист наш Воробьев Анатолий Михайлович. Фестиваль дружбы тоже впервые мы проводим. Такой масштабный в сентябре следующего года. Тоже, конечно, там будет много исполнителей из разных стран. Парад оркестров, наверное, это будет самое зрелищное мероприятие. С Белоруссии и с других стран съедутся оркестры. Они уже разучивают те песни и композиции, которые должны будут исполнить на площади Ленина. И потом они пройдутся по улице Ленина. Анастасия Нездрин-Плотницкая, Эдуард Букунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Это были итоги недели на БУК-ТВС. Смотрите нас в эфире в 19.40, 22.50, утром в 7.15 и на нашем канале в YouTube. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события и факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте 54-63-67. Мы вас услышим. Прямо сейчас о погоде на ближайшие дни. А я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. Погоду ближайших дней Беларуси будет определять антициклон с центром над Украиной. В Бресте в воскресенье и понедельник ожидается солнечная погода без осадков, с комфортным юго-восточным умеренным ветром. Минимальная температура воздуха в воскресный день составит 8-10 градусов, максимальная – 19 градусов. В понедельник, 15 октября, ночью до 9 градусов тепла, днем 15-17 выше нуля. Субтитры создавал DimaTorzok